Приветствую всех, кто проводит свой день с седьмым каналом. В прямом эфире новости я, Игорь Буренко, подводим итоги первой половины дня. В Одесской области появились первые электрозаправки. Пока их только две, зарядить машину можно у села Дачное Беляевского района на Киевской трассе. Услуги станции абсолютно бесплатные. Подробнее об электрическом топливе знает Ирина Стребко. Это небольшое устройство мало напоминает заправку, к которой мы привыкли. Владелец электрокара Владимир признается, что зарядить электромобиль просто, удобно и абсолютно бесплатно. На самом деле это так же просто, как зарядить мобильный телефон. Все, и готово. В Европе и Америке электрозаправки на каждом шагу. В Украине их пока 34, в Одесской области две. Здесь можно зарядить электрокары всех марок. Длительность процесса зависит от модели авто. По словам Владимира, в скором времени электрозаправка появится и в самом центре Одессы. Отдыхающие могут приезжать на своих электромобилях в город Одессу, не переживать, что их автомобиль останется без зарядки. Бесплатно могут подзаряжать свой автомобиль. В Украине электромобилей пока что мало, инфраструктура не развита. По мнению водителей, появление таких заправок и поможет решить проблему. Если зарядить авто можно будет в любой части страны, в Украину будут приезжать и владельцы электрокаров из других стран. Пока же поставить на зарядку свое авто можно на трассах Киев-Одесса, Ровно и Люблин, Львов-Перемышль и не только. В парке Шевченко обещают восстановить фонтан, который не работает более 30 лет. Он знаком почти всем одесситам. Речь идет о композиции возле памятника воинам-интернационалистам. За десятки лет водное сооружение вышло из строя, чаши и другие фрагменты полуразрушены. Чтобы подключить и запустить фонтан, необходимо заменить большинство элементов на составляющие из современных материалов. Скорее всего, у композиции будет новая центральная чаша и система разбрызгивания воды. Мы мало о них знаем, но этим ребятам есть что рассказать и показать. «Солнечные дети» Одессы готовят художественную выставку «Палитра мечты» ко дню людей с синдромом Дауна. Она откроется 21 марта в Музее современного искусства. Ольга Голодова расскажет больше. Радуга, деревья, море, цветы и травы. Солнечные дети любят рисовать окружающий мир. «Палитра мечты» – это выставка, которая объединила солнечных детей Одессы. Их картины будут презентованы вместе с работами художницы Кати Лень. Мама солнечного сына Алена Сергачева с гордостью рассказывает о его успехах. «Каждый ребенок создавал свой домик, таким, как он его хочет. Или, допустим, автопортрет. Каждый ребенок создавал свой портрет, как он себя там представляет. Очень красивые работы у них на морскую тематику». Кроме художественных работ, дети представят свои шедевры из глины. «Уже вчера я увезла все работы наших художников, гончарные работы и все работы Кати Лень в музей. Они должны их рассмотреть, отсортировать и подготовить уже, когда они будут их развешивать и как лучше они будут выглядеть». Такие занятия, уверены родители, для детей как терапия. «Они удовольствие получают от этих занятий, потому что это всего один раз в неделю занятие. Оно не успевает надоесть и ждут его всегда с удовольствием. А когда что-то получается, то, конечно, открываются двери, каждый вылетает со своим рисунком и мамочкой. Посмотри, вот я там нарисовал это или я это нарисовал». После художественной выставки 2-3 апреля дети поучаствуют в фестивале «В память героя Украины» и основателя «Дома с ангелом» Бориса Литвака. «В память героя Украины» и основателя «В память героя Украины» и основателя «Дома с ангелом» «Солнечные дети будут петь, читать стихи, танцевать и даже покажут спектакль. Сейчас они активно тренируются. Маленькая Настя обещает спеть песню, а вот какую до конца не определилась. Мне нравится петь, выступать. Я выступаю на фестивалях. Мне очень нравится стихи читать, высыпать. Я хочу стать художником. Участвовать в конкурсах, говорят родители, детям очень нравится. Будет в «Золотом ангеле» фестиваль «Ко дню памяти» Бориса Литвака. Будет большой фестиваль людей с особенностями. Вот мы и готовимся выступать. Выставка откроется 21 марта и продлится до 6 апреля по адресу улица Белинского, 5. Солнечные дети ждут посетителей и очень хотят, чтобы их рисунки увидело как можно больше одесситов. Ольга Голодова, Алексей Филиппов, 7 канал. Скандал между предпринимателями рынка 7-й километр и сотрудниками милиции. Вчера вечером со складов по адресам Тепличная 1 и 2 правоохранители конфисковали товар. При этом хозяев не предупредили. Предприниматели требуют вернуть их собственность. Подробнее в нашем сюжете. Предприниматели 7-го километра перекрыли трассу на поселок Авангард. По их словам, вчера сотрудники милиции незаконно проникли в их склады с товарами. Сотрудники наехали с 9 утра, заблокировали, получается, пригнали две фуры, в которые загружали товар. Охрана не могла им попрепятствовать. Они успели угнать три фуры с товаром и вернулись за следующим. Товар вывозили, когда хозяев не было на месте. Их даже не предупредили. Нам звонили, сказали, чтобы поломали ваши склады. Мы приехали, никаких предупреждений, никаких масок, пошли уже поломать дверь. Были уничтожены дорогостоящие камеры, видеонаблюдения во всех складах, датчики на движение. То есть они их просто повырывали с корнями и все. Как нам рассказали в Управлении внутренних дел, правоохранители действовали в соответствии с решением суда. Сотрудники милиции якобы конфисковали псевдобрендовый товар. Однако, по словам предпринимателей, на этом они не остановились. Показывали бумаги, что они ищут бренд, а на самом деле помимо бренда вывозят что угодно. Вот и все. Все подряд. Сотрудники милиции не побрезговали ни тканями, ни обувью, которые не являются брендовыми товарами. Джинсами, вот люди подсказывают. Также были изъяты аксессуары для мобильных телефонов. Хозяева товара уверяют, документов на изъятие не было. Сотрудник милиции, который принимал участие в вывозе товаров, показать нам документы также отказался. И в документах ни грамма не было ни одного слова, указанного о том, что товар будет вывозиться со складов. Обыск, да, но на конфискацию, на вывоз его не было. Даже не дали сфотографировать вчера на телефон постанову. Я уверен, что его не было вчера. Это сегодня они спубликовали. Как оказалось, утром в склады наведались сотрудники Приморского района милиции. Хотя эти адреса, тепличная 1 и 2, закреплены за Авидеопольским. Вот только что я дозвонилась до начальника Авидеопольского района, а он не знает, что два дня на его территории происходит бандитизм, то есть грабежи. Сотрудникам и милиции. Вот и все. А начальник Кихни Приморского не знал, что его сотрудники делают на этой базе. В ходе разбирательств выяснили, товар отобрали незаконно. Фуры вывезли без составления протокола и присутствия сотрудника прокуратуры. Вы без представителя прокуратуры находитесь здесь? Вот так сами. Вот так сами. Сами с ушами. Поедешь со мной в АТО. Что вы делаете? В АТО поедешь, преступник. Вот тебе и правоохранитель. Что вы руки поднимаете? Не поднимайте руки. Без совета. Потому что руки не надо поднимать. Мне покажи, ты достоверение не показал. Почему без прокуратуры? Почему не зарегистрировался? Нарушил закон. После всех выяснений товар пообещали вернуть. Сейчас товар привезу и вернусь под расписку. Олеся Повар, Алексей Барановский, Седьмой канал. В соцсетях продолжают выбирать место проведения фестиваля Республика Казантип. Напомню, на официальном сайте феста предложено всего два варианта – Одесса и Крым. Причем наш город пока впереди. За него отдали свои голоса чуть больше 50% проголосовавших. Всего на странице отметилось почти 44 тысячи поклонников Республики Казантип. И на этом у меня пока все. Больше информации в 4 часа. Сразу после новостей смотрите прямую трансляцию с пресс-конференции, на которой речь пойдет о реформе системы предоставления жилищных субсидий. Субтитры создавал DimaTorzok